Пусть n и m — натуральные числа. Оказывается, 2 в степени n на минус 1 делится на 2 в степени m плюс 1 тогда и только тогда, когда n делится на 2m. Ну, в одну сторону доказать это очень просто. Если n делится на 2m, то... Все понятно. 2 в степени 2m х минус 1 делится на 2 в степени 2m минус 1. Ну, потому что вообще x в х в степени минус 1 всегда делится на x минус 1. А это разность квадрата. 2 в степени m минус 1 умножить на 2 в степени m в футболе. Ну, вот, значит, на 2 в степени m плюс 1 делится. В обратную сторону доказать чуть-чуть сложнее, но тоже, в общем, просто. Смотрите. Пусть n не делится на 2m. Тогда можно поделиться остатком. Что значит поделиться остатком? Значит, здесь будет какой-то остаток, который больше нуля, но меньше, чем 2m. Хорошо. Смотрим тогда на эти формулы. Здесь будет не 2m, а 2m плюс f. Но, обратите внимание, 2 в степени 2m, как мы уже посчитали, делятся на 2 в степени плюс 1. Поэтому мы можем написать следующее равенство. 2 в степени 2m плюс f минус 2 в степени f плюс 2 в степени f минус 1. Смотрите. Здесь выносится 2 в степени f умножить на 2 в степени 2m минус 1. Это получается. Здесь получается 2 в степени f минус 1. Ну, давайте размышлять. Мы уже знаем, что вот эта скобка делится на 2 в степени 2m минус 1, которая делится на 2 в степени m плюс 1. Здесь все замечательно. Значит, вот эта величина должна делиться на 2 в степени m плюс 1. Есть варианты. Если число r маленькое, то есть если число r меньше или равно чем m, то делимость невозможна, потому что 2 в степени m минус 1 больше нуля и при этом меньше, чем 2 в степени m плюс 1. Значит, это невозможная вещь. Значит, нужно разобрать ситуацию, когда число r больше, чем m, но меньше, чем 2m. Ну, хорошо. Давайте напишем, r это m плюс l. И разберемся. 2 в степени m плюс l. Ну, здесь, разумеется, у меня m больше нуля и меньше, чем m. 2 в степени m плюс l минус 1. Это что такое? Это 2 в степени m умножить на 2 в степени m минус 1. А это что такое? Это минус 1 по модулю 2 в степени m плюс 1, да? Умножить на 2 в степени m. Это я написал сравнение по модулю 2 в степени m плюс 1. Получается, что 2 в степени m плюс 1 должно делиться на 2 в степени m плюс 1. Это невозможно, потому что 2 в степени m плюс 1 больше нуля, но при этом меньше, чем 2 в степени m плюс 1. Значит, вот разобрали все случаи. Может быть, можно было как-то быстрее объяснять. Но, в общем, все разобрали. И действительно решили в этом задачу. 2 в степени m минус 1 делится на 2 в степени m плюс 1. Тогда и только тогда, когда n делится на 2 в степени m. Другая задача, в общем, на ту же самую тему. Для каких натуральных чисел m существует такое натуральное число n, что 2 в степени m плюс 1 делится на 2 в степени m минус 1. Ну, это очень несложная задача. Смотрите, мы можем разделить число n на число m с остатками. То есть, написать n это qm плюс n. r остаток, то есть число не меньше нуля и меньше, чем m. В таком случае, 2 в степени m плюс 1 это 2 в степени m в степени q умножить на 2 в степени r и r плюс 1. По модулю 2 в степени m минус 1, 2 в степени m это единица. Поэтому это то же самое, что единица в степени q умножить на 2 в степени r плюс 1. Повторяю, по модулю 2 в степени r минус 1. Значит, 2 в степени r плюс 1 должно делиться на 2 в степени m минус 1. При этом r меньше, чем m. Так, записываю. 2 в степени r плюс 1 делится на 2 в степени m минус 1. Ну, интересно. Интересно, потому что у нас, если r меньше, чем m, то при достаточно больших m это число будет меньше. И это будет беда. Потому что, смотрите, у нас здесь будет число меньше того, на которое оно делится. Такого не бывает. Значит, мы все-таки должны посмотреть, бывает ли так, что вот это вот число больше или равно этого. Ну, когда бы это могло... Вообще, самое большое число, которое может здесь стоить, это 2 в степени m минус 1. Отлично. Вот так и напишем. Бывает ли так, что 2 в степени m минус 1 плюс 1 больше или равно, чем 2 в степени m минус 1? Единицу переносим. Здесь получается 2, а эту степень сюда переносим. 2 в степени m минус 2 в степени m минус 1. 2 больше или равна, чем 2 в степени m минус 1. Единица больше или равна, чем m минус 1. Значит, m не больше 2. Какие нейтральные числа не больше 2? Единица и двойка. Значит, на роль числа m претендует единица. Между прочим, не зря претендует. Потому что 2 в первой минус 1 это единица, а на единицу все, что больше делится. И претендует двойка. Это уже интереснее. 2 в квадрате минус 1 это 3. А бывает ли, что степень двойки плюс 1? Бывает. 2 плюс 1 это тоже 3. Если n равно единица, например, или n равно 3, то все. Значит, мы получили ответ. m это либо единица, либо двойка.